Всем привет! Продолжаем знакомиться с книгой «Совершенный код» Стива МакКоннелла. Сегодня мы закончим главу 28, которая называется «Управление конструированием». И начнем мы с подглавы 28.5, которая называется «Гуманное отношение к программистам». Атмосфера абстрактности в деятельности программистов требует создания непринужденной обстановки в офисе и поддержания широких контактов между коллегами. Высокотехнологичные компании предлагают парковые корпоративные кампусы, органичные организационные структуры, комфортабельные офисы и прочие удобства, чтобы компенсировать интенсивную, а порой и скучную интеллектуальность самой работы. Наиболее успешные компании сочетают элементы высоких технологий и бережного отношения к людям. В этом разделе программисты рассматриваются как нечто большее, чем органическое отражение их силиконовых альтер-эго. Как программисты проводят свое время? Программисты большую часть рабочего времени программируют, но, кроме того, они тратят его на заседания, обучение, чтение почты и просто размышления. Исследование, проведенное аж в 1964 году в Bell Laboratories, показало, что программисты тратят время так. Ну, это одно из представлений того, как программисты тратят свое время. Поэтому я рекомендую опять-таки вам нажать на паузу, ознакомиться с этим всем и потом сняться с паузы и мы продолжим. Эти данные основаны на изучении времяпровождения 70 программистов. Данные старые и пропорции времени, которая тратится на различные виды деятельности, у разных программистов будут иными. И все же результаты наводят на размышления. Около 30% времени тратится на нетехнические виды деятельности, прогулки, личные вопросы и так далее. Программисты в этом исследовании тратят 6% времени на прогулки. Это примерно 2,5 часа в неделю или 125 часов в год. Это может показаться несущественным, пока вы не поймете, что программисты каждый год тратят на прогулки столько же времени, сколько на обучение, втрое больше, чем на чтении технической документации и в 6 раз больше, чем... Чем и тут непонятно в книге. Чем что-то показатели за прошедшие годы. Короче, тут какая-то проблема в книжке. Было. Прошу прощения. Ладно, идем дальше. Различия в производительности и качестве. Способности и прилагаемые усилия у различных программистов очень различны, как, впрочем, и в других сферах человеческой деятельности. Исследования показали, что в различных профессиях – писательство, футбол, изобретательство, полицейская работа и пилотирование самолетов – первые 20% людей производят примерно 50% результатов. Выводы этого исследования базируются на анализе данных производительности, таких как забитые голы, патенты, решенные задачи и т.д. Так как некоторые люди вообще не вносят никакого вклада, и они не учитывались в исследовании, защитники, не забивающие голы, изобретатели, не имеющие собственных патентов, детективы, не раскрывающие преступления и т.д., то данные, возможно, преуменьшают фактическую разницу в производительности. Конкретно в программировании многие исследования показывают разницу на порядке в качестве написанных программ и в размерах, и в производительности программистов. Первоначальное исследование, показавшее огромные различия в производительности отдельных программистов, было проведено в конце 1960-х годов. Секманом, Эриксоном и Грантом изучали профессиональных программистов с примерно 7-летним стажем и выяснили, что соотношение первоначального времени кодирования между лучшим и худшим программистом примерно 20 к 1. Соотношение времени отладки более чем 25 к 1. Соотношение размера программы 5 к 1. А соотношение скорости выполнения 10 к 1. Они не нашли взаимосвязи между опытом программиста и качеством кода или производительностью. Хотя такие определенные значения соотношения, как 25 к 1, не имеют особого смысла, они более общее утверждение. Скажем, программисты различаются между собой на порядке. Достаточно содержательны и подтверждаются другими исследованиями профессиональных программистов. Командные различия Команды программистов также показывают заметные различия в качестве программного обеспечения и производительности. Хорошие программисты стремятся к объединению, так же как и плохие программисты. Это наблюдение подтверждается исследованием 166 профессиональных программистов из 18 организаций. В одном исследовании 7 идентичных проектов потраченные усилия различались в 3,4 раза, а размеры программ в 3 раза. Несмотря на такую разницу в производительности, программистов в этом исследовании нельзя отнести к разным группам. Все они были профессионалами с несколькими годами стажа, окончившие учебное заведение по специальности, связанной с вычислительной техникой. Можно предположить, что исследование менее гомогенной группы показало бы еще большее различие. Более раннее исследование программистских команд показывало соотношение 5 к 1 в размерах программ и 2,6 к 1 во времени необходимом команде для завершения одного и того же проекта. После обработки данных, полученных более чем за 20 лет, для разработки оценочной модели COCOMO 2, BARRIBOM и другие исследователи пришли к выводу, что разработка программ с участием первых 15 программистов, отсортированных по способностям, обычно требует примерно в 3,5 времени раз больше человека в месяц. Чем разработка программы с участием 90% программистов? Бом и другие исследователи выяснили, что 80% работы выполняют 20% сотрудников. Выводы с точки зрения найма персонала очевидны. Если вам приходится платить больше, чтобы заполучить программиста из первых 10%, а не программиста из последних 10%, не упускайте этот шанс. Вы получите мгновенное вознаграждение в качестве и производительности нанятого вами программиста. А кроме того, вы получите остаточный эффект в качестве и производительности остальных программистов, которых ваша организация может нанять, так как хорошие программисты стремятся к объединению. Вопросы религии. Менеджеры программных проектов не всегда осознают, что некоторые аспекты программирования сродни религиозным вопросам. Если вы менеджер и пытаетесь требовать исполнения определенных правил программирования, вы рискуете вызвать гнил ваших подопечных. И вот список таких религиозных вопросов. Общий знаменатель у всех этих вопросов в том, что позиция программиста по каждому из них отражает его личный стиль. Если вы считаете, что должны контролировать программистов каких-то из этих религиозных сфер, учтите следующее. Вы вторгаетесь в область, требующую деликатного обращения. Разузнайте мнение программистов по поводу каждого эмоционального вопроса. Чем окунуться в него с головой. Из уважения к теме используйте термины, предложения и советы. Избегайте установки жестких правил и стандартов. Старайтесь обходить спорные вопросы, предпочитая давать явные поручения. В выборе стиля отступов или размещения скобок поможет такая хитрость. Потребуйте прогнать код через средство создания красивой печати, прежде чем объявлять его законченным. Пусть форматирование выполняется специальными средствами. Чтобы решить вопрос со стилем комментариев, требуйте, чтобы весь код рецензировался и неочевидный код исправлялся до тех пор, пока не станет ясным. Предложите программистам выработать собственные стандарты. Как я уже говорил, детали конкретного стандарта зачастую менее важны, чем факт самого существования стандарта. Не устанавливайте стандарты вашим программистам, но настаивайте на том, чтобы они стандартизировали области, важные для вас. Какие из религиозных тем настолько важны, чтобы из-за них ввязываться в спор? Подчинение в небольших вопросах стиля в любой области, возможно, не принесет особой выгоды по сравнению с ухудшением моральной атмосферы в команде. Если вы встречаете беспорядочное использование операторов GoTo или глобальных переменных, нечитаемый стиль или другие признаки, влияющие на проект в целом, то для улучшения качества кода будьте готовы мириться с некоторыми разногласиями. Если ваши программисты добросовестны, это редко становится проблемой. Самые большие сражения обычно разворачиваются вокруг стилистических нюансов кодирования, и вы можете стоять в стороне от этого без всяких потерь для проекта. Физическая среда Проведите эксперимент. Поезжайте за город, найдите ферму, отыщите фермера и спросите его, во что ему обошлось оборудование. Фермер посмотрит в амбар и увидит несколько тракторов, фургонов, зерновой комбайн, молотилку и скажет, что сумма превышает 100 тысяч долларов на работника. После этого найдите в городе ферму, занимающуюся разработкой ПО, отыщите менеджера и спросите его, каковы его затраты на оборудование. Менеджер заглянет в офис, увидит стол, стул, несколько книг и компьютер, и скажет, что они не превышают 25 тысяч долларов на каждого работника. Физическая среда сильно влияет на производительность. Демарко и Листер опросили 166 программистов из 35 организаций о качестве их физического окружения. Большинство работников оценило свои рабочие места как неприемлемы. После проведения соревнований по программированию оказалось, что программисты, результаты которых попадают в первые 25%, имеют более просторные, тихие и уединенные кабинеты, а также реже отвлекаются на других людей и телефонные звонки. И вот сводка различий в офисном пространстве между лучшими и худшими программистами. Ставим на паузу и ознакомливаемся. Эти данные показывают сильную корреляцию между производительностью и качеством рабочего места. Программисты из первых 25% были в 2,6 раза производительней, чем программисты из последних 25%. Демарко и Листер подумали, что более квалифицированным программистам могли быть предоставлены лучшие условия в качестве поощрения. Но дальнейшая проверка показала, что это не так. Программисты из одной организации имели сходное удобство, независимо от разницы в их производительности. Большие организации, нацеленные на разработку программного обеспечения, подтверждают эти данные. Xerox, TRW, IBM и Bell Labs отмечают, что они получили значительный прирост производительности, увеличив инвестиции с 10 000 долларов до 30 000 долларов на одного сотрудника. Возросшая производительность неоднократно компенсировала эти затраты. По собственным оценкам, рост производительности таких производительных офис составил от 39 до 47%. Подводя итоги, можно сказать, что если ваше рабочее место попадает в худшее 25%, вы можете увеличить свою производительность примерно на 100%, улучшив его до соответствия первым 25%. Если у вашего рабочего места средние показатели, вы все еще можете улучшить 40% увеличение производительности, улучшив его до качества, его качество до первых 25%. И новая небольшая подглава, это закончилось, но и новая начинается, но она маленькая. 28.6. Управление менеджером. В области разработки программного обеспечения часто встречаются как не технические менеджеры, так и такие, кто имеет технический опыт, но отстал от жизни лет на 10. Технически компетентные, технически современные менеджеры редки. Если вы работаете с таким, делайте все, чтобы сохранить свою работу. Это необычайное везение. Если ваш менеджер более типичен, вы сталкиваетесь с незавидной задачей управления собственным менеджером. Управление менеджером означает, что вам нужно объяснить менеджеру, что надо делать, а не наоборот. Фокус в том, что это надо сделать так, чтобы он продолжал считать, что это он вами управляет. И вот несколько подходов к работе с вашим менеджером. Посейте идеи того, что вы хотите сделать, а затем дождитесь, пока вашего менеджера посетит мысль, что вам нужно делать именно то, что вы хотите. Просвещайте вашего менеджера, как делать правильно. Это непрерывная работа, потому что менеджеров часто повышают, переводят или увольняют. Сосредоточьтесь на интересах менеджера, делая то, что он или она действительно от вас хочет. Не отвлекайте его внимание несущественными деталями реализации. Думайте об этом как об инкапсуляции вашей работы. Откажитесь делать то, что говорит ваш менеджер. Настаивайте на выполнении работы правильным образом. Ну или найдите другую работу. Наилучшим долгосрочным решением будет попытка просветить вашего менеджера. Это не всегда легкая задача, но одним из способов подготовиться к ней будет чтение книги Дейла Карнеги «How to win friends and influence people». Ну, от себя могу сказать, что книги этого Карнеги для нас особо не работают. Так, ну и уже заканчивается 28 глава. И завершается обычно ключевыми моментами. Итак, ключевые моменты. Хорошая практика кодирования может быть достигнута путем внедрения стандартов или более ловкими способами. Управление конфигурацией при правильном применении делает работу программистов проще. Это особенно касается контроля изменений. Правильная оценка программного обеспечения – сложная задача. Ключ к успеху – это использование нескольких подходов, уточнение оценок по мере продвижения проекта и применение накопленных данных при выполнении оценки. Измерение – это ключ к успешному управлению конструированием. Вы всегда сможете найти способы измерить любой аспект проекта, что будет лучше, чем полное отсутствие измерений. Точное измерение – ключ к точному составлению плана, контролю качества и улучшению процесса разработки. Программисты и менеджеры – в первую очередь люди, и они лучше всего работают тогда, когда к ним относятся по-человечески. Ну и на сегодня все. Мы закончили главу 28. Ну и конечно же в следующий раз пойдем дальше. Поэтому всем спасибо за внимание. Подписываемся, делимся, ставим лайки, комментируем. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok